Добрый день, друзья! Часто на вебинарах и в личных разговорах я слышу о том, что очень мало подготовительных материалов, рассчитанных на высший балл. Это действительно так, и на то есть вполне объективные причины. И чтобы частично восполнить этот пробел, я хочу предоставить вашему вниманию сегодня видеозапись студентки, набравшей 9 баллов по разговорному разделу в сопровождении своих комментариев. Сегодняшний выпуск будет интересен всем, независимо от того, к какому баллу вы стремитесь, потому что в конце вы поймете, что, как говорится, не боги горшки обжигают. И если кого-то из вас это видео вдохновит на то, чтобы приподнять планку, это будет означать, что я старался не зря. Как вы знаете, экзаменатор оценивает выступление студента, исходя из документа, который называется Banned Descriptor. Напомню, что его можно скачать у нас на сайте ieltsbmv.com в разделе «Бесплатный материал». Поскольку перед нами сегодня студент, получивший максимально возможный результат, нас интересует верхняя строчка таблицы, описывающая именно 9 баллов. Как только я услышу слово или словосочетание, соответствующее одному из пунктов этого описания, на экране появится название этого пункта. Подробно значение всей терминологии я объясняю на отдельном аудиодиске, также на своих занятиях. Усаживайтесь поудобнее, видео очень короткое, поэтому слушайте внимательно и поставьте громкость повыше. Продолжение следует... Okay, now you have one to two minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when the time is up. Could you start speaking now, please? I'm going to talk about a present my husband gave me last year for my birthday. We had gone to Istanbul for a few days. My husband had always wanted to go there. Anyway, we had a few days holiday from work and we decided to fulfill my husband's dream. As I said earlier, I'm really interested in art and so even though I had no real desire to go to Istanbul, I was totally captivated by all the beautiful buildings and the wonderful arts and crafts that were available there. The Blue Mosque was my favourite building. From the outside, it looks just like a typical Ottoman mosque, but inside it is quite startling. The large windows with the light reflecting on the exquisite blue tiles made it just breathtaking. I asked one of the guides about the tiles and she told me that they were from Isnik and that they are still made today. When we left the Blue Mosque, we walked down a pedestrian lane full of shops, including some tile shops. In one of the shops, the owner told us that the tiles were made in Isnik. Anyway, one of the tiles really caught my eye. Actually, it sang to me. It was of fish, four big fish and lots of little ones, all in different shades of green. I really, really wanted it. But when we asked the price, it was very high. Something like 300 American dollars? Obviously, I knew we could negotiate, but it seemed such a high price that we just left. The next night, we went out for my birthday meal. Just as we were finishing the dessert, the waiter came over and handed me the most beautifully wrapped gift. I knew at once, because it was very heavy, that it was the fish tile. That's why I... We listened to only 2 minutes from 15 minutes. For those who are interested to watch the full presentation of this student, I will leave the link in the description of this video. Тем не менее, даже этих двух минут вполне достаточно для того, чтобы составить общее представление об уровне студента. Давайте вкратце пробежимся по плюсам и минусам. Плавная, безостановочная речь, при этом паузы связаны с поиском идей, а не слов. Каждая мысль раскрыта в достаточном объеме. Она не сделала ни одной ошибки, хотя и было несколько повторов, если вы обратили внимание. С точки зрения структуры, мы услышали вступление и плавные переходы от одной идеи к другой. Но, как вы заметили, она не уложилась в 2 минуты и заключения фактически не было вообще. Сильный акцент, в данном случае индийский, не помешал ей, поскольку ее всегда было легко понять. Она успешно варьировала и скорость речи, и громкость, и другие оттенки, и интонации, и произношения. И если вы внимательно изучите мои комментарии к этому видео, то вы увидите, что чаще всего встречаются такие выражения, как complex и variety. То есть, ширина и глубина. Мы постоянно возвращаемся к этим двум аспектам на наших занятиях. И это касается и словарного запаса, и грамматики, и интонации. То есть, практически всех аспектов экзамена. Также я на ее месте все-таки поздоровался бы с экзаменатором. А, скорее всего, сказалось волнение, хотя оно заметно снизилось, когда уже пошли ответы на вопросы. Друзья, надеюсь, вы убедились в том, что 9 баллов хоть и сложно получить, но вполне возможно. Я уже говорил о том, что IELTS не самый сложный экзамен из всех, которые предлагает Cambridge. Поэтому все в ваших руках. В заключении я хочу напомнить вам о системе SMART, помогающей поставить правильные цели. И одним из параметров этой системы является реалистичность или достижимость. Если вы затрудняетесь применить эту систему в своей конкретной ситуации самостоятельно, я приглашаю вас связаться со мной, чтобы мы вместе обсудили, к чему реально стремиться, к чему нет, именно вам. Заходите на мой сайт ieltsbmv.com в раздел «Контакты», заполняйте анкету на бесплатную консультацию, и в ближайшее же время я свяжусь с вами. На этом, друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите вопросы, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. А я прощаюсь с вами, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok